Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о пятой главе «Послание к евреям». В самом конце предыдущей, четвертой главы, автор начал разговор о Господе Иисусе Христе как о первосвященнике, который ходатайствует за народ Божий перед Богом, как о первосвященнике, которые не просто являются формальным организационным главой религии, как социального института. Это как раз не так важно. А важно для автора послания, что первосвященник служит Богу от лица всего народа, приносит жертвы. Не только на самом деле приносит жертвы, но и как бы разговаривает с Богом. То, что говорит народ Богу, оно произносится первосвященникам. То, что произносит первосвященник, обращенное к Богу, становится словами всего народа. И это и благодарность, и покаяние, и что угодно. Поэтому для автора послания к евреям так важен этот образ. Он говорит, что вот теперь Иисус наш первосвященник, теперь слова верности Отцу, слова «Да будет воля твоя». Вот они обращены Иисусом как первосвященником к Отцу Небесному, и тем самым в нем и мы обретаем доступ к Богу. Вот примерно такой смысл. И автор послания к евреям в самом начале этой части разговора говорит о том, что, ну, конечно, первосвященник, избираемый от человеков, он несовершенный. Он несовершенный. И, соответственно, поставляется, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, но и свои тоже, потому что он сам обложен немощью, и так и за себя должен приносить жертвы о грехах. И никто сам собой этой чести не приемлет. Да, и так сразу он еще в конце четвертой главы обозначает, что Иисус как первосвященник – это феномен, который устроен по-другому, в отличие от кого-нибудь другого, он подобен нам во всем, кроме греха. И, соответственно, он может, может, быв обложен немощью, он может действительно ходатайствовать о нас, потому что он разделил с нами все, даже нашу смерть, подобен нам во всем, кроме греха. Ну вот, эти слова, повторяю, в контексте разговора о Христе, как у первосвященники Нового Завета сказаны. Но они оказались чрезвычайно важными вообще для мыслей христиан о Господе Иисусе Христе, то, что он подобен нам во всем, кроме греха. Ну, вообще говоря, конечно, особенно теперь, по прошествии двух тысяч лет, слова эти звучат почти банальностью. Ну, конечно, да, подобен нам во всем, кроме греха. Но не будем забывать, что в те времена, когда это послание пишется, люди думают очень разное. Кто-то думает, что Иисус был некой кажемостью, таким непрозрачным призраком, и плоть его была там кажущейся, это направление называют там декитизмом. Кто-то думает еще что-нибудь, что он по природе был там каким-то героем, и у него не было никаких искушений в пустыне, и он автоматически по самой своей природе вот такой, какой он есть, и так далее, и тому подобное. Кто-то пытается сложным образом нащупать путь к православным взглядам, которые будут сформулированы еще много позже. Итак, вот эти слова «Иисус подобен нам во всем, кроме греха». Первосвященник подобен нам во всем, кроме греха. Они оказались очень важным утверждением. В первую очередь, как и многое другое, как и многие тексты евангелисты Иоанна, они были голосом, весьма весомым и важным, голосом в пользу подлинности, реальности человеческой природы Господа Иисуса, Сына Божьего, который не был кажимостью, не был каким-то призраком, а действительно был реальным человеком, Сыном Божьим, пришедшим во плоти, и таким же, как мы, во всем, кроме греха. Это действительно очень важная формулировка. Очень важная формулировка, потому что дальше все, так или иначе, думающие о Христе, думают с учетом этих слов автора послания к евреям. Таким образом, она очень направляет мысль христиан. Да, продолжая разговор о первосвященнике, он говорит о том, что вот обычный, так сказать, первосвященник, он избирается из людей, людьми поставляется, должен за себя тоже приносить грехи, потому что сам обложен немощью, то есть подобен нам во всем, в том числе и в грехе. И еще добавляет автор, никто сам собой не принимает этой чести, но когда его призывает Бог, никто не добивается такой чести сам по себе. Дальше он снова начинает говорить о Христе, говорит, ну вот Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Ну да, действительно, можно было бы здесь поставить точку и сказать, что да, он не домогался этой должности, не говорил о себе, как и первосвященнике, ничего такого мы не знаем, он действительно не присваивал себе этой славы. Ну тут как бы даже особо аргументировать-то ничего не надо. А вот автор послания к евреям говорит дальше, он не останавливается в своей мысли здесь, он говорит, Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, и в другом месте говорит, ты священник воевк по чину Милхиседека. Ну вот в то время, по крайней мере, в этой культуре такой путь обращения со Словом Божьим считается нормальным. Нормальным. Здесь никто, ни автор, ни читатель не видит логического несоответствия того, что в Псалме Бог через псалмопевца говорит некоему Мессию, и они сразу относят это к Иисусу Христу, потому что на самом деле та вера, о которой говорилось в предыдущих главах, вера в то, что Иисус действительно есть Христос Мессия, для них она абсолютно непоколебима и очевидна. Вот они из этого исходят. Иисус – это и есть обещанный Богом Мессия. И поэтому к Нему могут быть отнесены все те тексты, которые мы привыкли считать обращенными к Мессии. «В том числе ты, сын мой, я ныне родил тебя, в том числе ты, священник вовек по чину Милхиседекову». Все особенности поэзии как таковой остаются здесь за кадром. Теперь дальше автор говорит о том, а что значит вот это мессианство, первосвященничество, а что значит быть священником «Вовек по чину Милхиседека». И он в нескольких стихах, начиная с седьмого, говорит о том, что произошло в Евангелии, что произошло в жизни Иисуса Христа, что с его точки зрения и является этим жертвоприношением. Он говорит, что в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Ну, в общем, очевидно, что, конечно, речь идет о гефсиманском барении. Но дальше он говорит, «И услышан был за свое благоговение». С плачем и слезами вознес молитвы и в смирении был услышан по другим возможным переводам этого текста. Таким образом, для автора послания к евреям вот эта крестная мука и послушание Отцу и есть то самое священно действие, которое Иисус совершает как первосвященник. Хотя он и сын, однако принял страдания и стал покорным, или, как в нашем синодальном тексте, навык послушания, или приобрел опыт послушания. И теперь он совершенный, стал источником спасения для тех, кто покорен ему. Еще раз. Когда он жил во плоти, он вознес молитвы и прошения к тому, кто может избавить его от смерти. И это была молитва, «Да будет воля твоя». «Да будет воля твоя». И вот на этом пути он, как выражается автор послания, навык научился послушанию, он был услышан и таким образом соделался жертвой и источником спасения для тех, кто в свою очередь покорен ему. Вот что значит первосвященник Вовек по чину Милхиседека, тот, кто самого себя приносит жертву, и принимает, так сказать, в свой народ, под свое покровительство, как мы бы сейчас сказали, под свой амафор, тех, кто покорен ему. И эти слова из пятой главы тоже очень важны для нашего понимания, для наших попыток понимания того, что же все-таки произошло на Голгофе. Во второй части пятой главы автор послания говорит о том, что обо всем этом можно долго говорить, о том, что же такое священодействие Креста. но обо всем этом говорить и трудно, потому что вы ленивые слушатели, вы ленивые слушатели. О всем надлежало бы говорить много, но трудно это делать, потому что вы стали неспособны слушать. Уже должны были бы, пишет автор послания к евреям, своим читателям, уже должны были бы по опыту, по времени стать сами учителями, а вы все учитесь и учитесь, вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Ну, я бы не сказал, что то, о чем пишет здесь автор, это прямо-таки первое начало Слова Божьего, и такое уж прямо такое уж молоко, а не твердая пища. Ну, по-видимому, для него и для его читателей это именно так. Вот он говорит о том, что мне приходится все это разъяснять, потому что для вас самих это не вполне очевидно. Ну, помимо всего прочего, это тоже для современного читателя очень поучительно, потому что в послании к евреям особенно все, что говорится, для нас не просто не очевидно, мы вообще не очень представляем, как это соотносится с реальностью библейского контекста и с реальностью нашей жизни. Поэтому если уж своих читателей автор послания считает неспособными к твердой пище, то уж мы тем более и это значит нужно над этим текстом трудиться, нужно задумываться, нужно возрастать в учении.